Путь к порогу собственной квартиры для жителей многоэтажки на улице Хромова усложняется большим количеством препятствий в виде лестничных проемов. Преодолеть их по силу не каждому собственнику. Неработающие два месяца лифты усложняют жизнь и родителям маленьких детей и жителям старшего возраста. Почему в десятиэтажке произошел такой коммунальный коллапс, если выход из ситуации, выяснил наш корреспондент. За два месяца жильцы многоэтажки забыли дорогу к лифту. Сколько не вызывай, сколько не жми на кнопку, он все равно не приедет. Здесь буквально все замерло на месте. Квартиру семьи Приходько от крыльца подъезда разделяют сотни ступенек, которые приходится преодолевать своими ногами, да еще и с грузом, детской коляской. Ну, раз в четыре точно утром, в обед, вечером, раз в два, спускаем. Сначала ребенка, потом коляску. Такие препятствия к домашнему очагу, как лестнице, проблема не только семей с малышами, но и пенсионеров и инвалидов, которые также проживают на верхних этажах высотки. Сходить в магазин за продуктами – невыполнимая миссия. И так уже два месяца. В первом подъезде сломался якобы 9 июня. Я позвонила в нашу еще ту управляющую компанию. Они сказали, что сломан спускатель, что вот, ну, починит. Но потом она в стадии банкротства была. Во втором подъезде лифт сломался 23 числа. Мая. Мая, да. Но у них двигатель. Дорогостоящий двигатель сгорел. Впрочем, к этому ушло уже давно, уверены жильцы. Техника пришла в негодность из-за ненадлежащего обслуживания управляющей компании, считают собственники квадратных метров. Два года назад начал он конкретно у нас. Мы предупреждали, что может сорваться все. Мы жаловались, наш подъезд постоянно. Вот два года мы били. Мы писали в ту компанию письма, все. Никакой реакции. К бывшей управляющей компании, которая сейчас не обслуживает дом и вроде бы как банкротится, у жильцов остались вопросы. Платежи по прейскуранту производились. А вот где оплаченные услуги? На УК сетуют жильцы они отправляли жалобы в профильные инстанции, в органы власти, ГЖИ и прокуратуру. Ответы какие? Ну, что, да, как бы рассмотрим, там, это самое, но никакой подвижки нет. Пока оба лифта в доме 25, корпус 2 по улице Хромова замерли в ожидании ремонта. Им будет заниматься уже новая управляющая компания, которая обслуживает дом с 1 июля. Закупить и поставить сломавшиеся механизмы – это примерно 300 тысяч и месяца три времени, говорит руководитель новой УК. Это дорогостоящая запчасть, которую, соответственно, чтобы закупить, необходимо финансирование какое-то получить. Либо, как было решено на встрече с жителями предварительной, принято решение собрать допсбор. Пока других способов проложить дорогу к верхним этажам многоквартирного дома не представляется. Жильцы стали своего рода заложниками непростой ситуации, когда придется оплачивать то, что уже, по сути, оплачено за 10 лет существования дома и работы управляющей компании. Такие случаи, когда организация накапливает проблемы и вместе с ними средства, а потом банкротится – уже не редкость. Жалобы пока так и не рассмотрены. А помогут ли суды – не берутся ответить даже юристы. Это процесс небыстрый, да и результат под вопросом. Куда больше шансов, когда УК действующее. Напомним, что ранее минувшей весной на перебои в работе лифтов уже жаловались жители микрорайона «Радужный». Остановка работы техники была связана с недоработками управляющей компании. Тогда проблему удалось решить только после вмешательства прокуратуры. Наш телеканал будет следить за ситуацией в доме на улице Хромова.